Мамы всякие важны. Ко дню матери. Спорт – это язык мира и дружбы. Всемирные игры юных соотечественников в Сочи. Кановницыны в России и возгнании. Страница истории. Тайна гибели Содома и Гаморы. Новые версии. Музыка Белоруссии на фестивале во Флориде. Мосты сотрудничества. Разрушенное детство. Проза Людмила Романович. Спонсор выпуска – международный фестиваль «Ярмарка», который состоится в субботу, 21 мая, в Сауссайд-парк, в центре Сакрамента. Для того, чтобы принять участие в «Ярмарке», обращайтесь к ее организатору – компания «Афиша» по телефону. Эрикод 916-487-9701. Зарегистрироваться можно также на сайте ярмарка.org. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» – это первая газета, которая говорит и показывает. Свежие новости в творческом мире. Новая музыка в нашем эфире – это «Время талантов». «Время талантов» – это программа, герои которой помогают нам видеть мир в разнообразных красках с помощью слова, музыки и, собственно, с помощью красок. Сегодня наш гость как раз смешает в своей палитре эмоций, впечатления, мудрые мысли. Добрый день! Мы говорим известному в Сакраменто художнику Сергею Яценко. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, вы родились в Украине, в семье художника. И это определило ваше будущее? У вас были кисточки вместо погремушек? Ну, наверное, нужно вспомнить. В общем-то, да, я мыл кисти отцу, чистил его палитру. Вот, и поэтому, когда впитал все это с детства, все эти вот запахи художественной мастерской, красок, холстов. Вам это нравилось? Ой, даже трудно сказать, не знаю, наверное, нравилось. Просто это была ваша реальность, вы в этом жили. Если вспоминать сейчас мое детство, то, наверное, это то, что возникает первым делом. Студия отца, его картины, его краски, его холсты. Моя обязанность ухаживать, следить за красками, за палитрой, за кистями. Ну, еще у меня был брат, мы как бы вдвоем делили эти обязанности. Брат разделил творческий путь художника? Да, он работает тоже художником, но в Эстонии он, в общем-то, я уехал, а он остался там, работает. Как здорово, да, вот впитывать эти запахи артистической студии с детства и потом превратиться в художника. Но смотрите, что даже в подростковый возраст не было метаний? Там, чем заниматься, какую профессию выбрать? Нет, вот спасибо за такой вопрос. Действительно, у меня всегда, я вспоминаю свою молодость, даже подростковый период, у меня не было такого, как сейчас, вот метания, там, ребята думают, кем быть, куда пойти учиться. Нет, я сразу знал, что я художник, и все. У меня этого не было метаний, исканий и прочего. Самое главное, получалось? Или надо было действительно художественную школу пройти? Конечно, надо было пройти художественную школу, и много... Я и сейчас могу сказать, что у меня получается. Это, в общем-то, мы работаем на этот вот, на результат, да? И вот ты получаешь, когда стоишь перед холстом, и чего ждешь? Вот именно этого момента, когда ты чувствуешь, что получается. Вот это вот, ради этого ты и работаешь. И, конечно, много не получалось, долго не получалось, много сейчас больше получается, но тоже не все, то, что хотелось бы, конечно. Ну, говорить с художником по радио дело неблагодарное, потому что хочется видеть картины. Я у вас была в мастерской, я видела это все. А у вас, друзья, есть в доступе Facebook, например, да? И заходите, ищите Сергея Яценко, по-английски все это пишется, Сакраменто, можно по-русски, да? И вот новую картину, смотрю, вы вывесили, да? Девочка. А, да-да-да, это был такой интересный момент. Я зашел на веб-сайт, на Facebook, по-моему, это была афиша, да? Там, где бесплатно... Объявление? Объявление бесплатное, да. И вот захотелось так вот что-то сделать для кого-то. Ты написал, что кому, кто хочет, могу написать портрет или нарисовать портрет. Но тут девочка маленькая обратилась, да? Нет, мама. Мама. Мама написала, да, что, а можно портрет девочки? Говорю, да, конечно, пожалуйста. Она призвала фотографию ее, вот, и, наверное, где-то, ну, через недельку, наверное, я так сделал. Они вот буквально... Родилось. Вчера, вчера приехали в студию, забрали. Такая хорошая, живая, подвижная девочка, сразу там за краски, за карандаши, за... Схватила, да? Схватила, да. Фотографироваться со мной, обниматься. Класс, класс, какая открытая. Ну, это же здоровская энергия, да, такая от людей, которые нравится ваше творчество. Да, приятно, конечно. Вообще приятно сделать человеку приятное. Были такие моменты, когда я там со стены, вот такой порыв какой-то со стены снимаю, картину дарю. Ух ты! Это надо попасть под ваше настроение. Да, ну... Друзья, сегодня у нас гость художник Сергей Яценко. Вы можете найти его на веб-сайте artfinder.com, артист Сергей Яценко, либо на страничке в Фейсбуке. Или приезжайте к нему в студию, она находится по адресу 4800, Монзанита, Анвеню. Сергей, в 12 лет вы с семьей переехали в Эстонию. В возрасте 18 лет вы представили публике свою первую выставку, так? Да, да, где-то в это время. Что за работы это были? То есть вы отличаетесь от себя 18-летнего в выборе тем сейчас? То есть... Да, конечно, конечно. Я искал уже, в 18 лет уже у меня были... Ну, может быть, это было не в 18 лет, может быть, немножко позже, потому что где-то в 18 лет я только закончил учиться в художественной школе. Наверное, немного попозже было это. Вот. Но, конечно, я искал себя, искал себя. Я помню свои первые работы. Это были какой-то такой вот вечерний город, где я пытался краску размазывать пальцами, то есть искал какие-то эффекты такие. Вот. Я помню эту работу, помню... Ну, я видела ваши работы, они все прям бурлят красками, настолько насыщены, вибрирующие цвета, вот очень таких пастельных мало. То есть вы такой экспрессионист, да? Да, да. Я не знаю, почему это, и откуда приходят вот эти вот яркие цвета, хотя я не очень даже и стремлюсь к этому. Мне не очень хочется писать ярко и как-то вот заметно. Мне нравится, если я смотрю других художников, мне нравятся такие вот спокойные, пастельные. Приглушенные. Но когда я сам беру в руки кисть, и у меня почему-то вот это вот... Иногда вот выставляю свои работы в мастерской, смотрю на них и думаю, слушай, Сергей Григорьевич, что-то ты самое... Приглуши немножко. Да, немножко приглуши свои тембры. Ну, смотрите, это же выражает вас, ваш характер. Я думаю, что мы можем как-то музыкально даже вас проиллюстрировать. И я спросила, что вам нравится, а вы вот выбрали вот эту композицию, да? Да, пожалуйста, если можно. Тишина, небо полное дождя, Дождь проходит сквозь меня, Но воли больше нет. Под холодный шепот звезд Мы сожгли последний мост И все в песню сорвалось Свободным стану я От зла и от добра Моя душа была на лезвии ножа Я бы мог с тобой быть Я бы мог про все забыть Я бы мог тебя любить Но это лишь игра В шуме ветра за спиной Я забуду голос с тобой И от той любви земной Что нас ждала в прах Я сходил с ума В моей душе нет больше места для тебя Я свободен Словно птица в небесах Я свободен Я забыл, что значит страх Я свободен Сдите ветром на ровне Я свободен Наяву, а не во сне Время таланта Ну вот, смотрите, одна грань бриллианта Да, я свободен Дождь через меня И тут я прям представляю Вы с палитрой И намешали там какой-то багряный Фиолетовый Тут же вы просто Такие мои любимые цвета Правда? Вот видите, как я вас увидела Да, да, да Музыка вам помогает Или мешает в написании картин? Идет что-то фоном? Вообще это со временем меняется В моей жизни Раньше помогало Вот почему мы сейчас выбрали Именно Валерия Кипелова Ария Вот эту песню Я свободен Вы увлекались роком? Ну вообще Я слушал рок, конечно Я вырос на этом Я классический рок На этом, в принципе Я как бы закончил Свою влюбленность И до сих пор Если я слушаю Классический рок Вот люблю Бардов Люблю И кое-что из наших Я не знаю, как сказать Русских, да? Ну да, да Вы говорили, что вам нравился Ну не про русских Вам нравился Пинк Флойд И Лед Зеппелин Был такой период На этом мы выросли Пинк Флойд Это вообще Это вершина Которая Это была и мелодия И музыка И слова И все это И вообще весь этот Вот их шоу Которое они делали На сцене Но тогда мы еще не видели Всего этого Мы только слушали Ну да Не знаю, какие это были На бобинах Да, на бобинах Нет, пластинка У меня была уже тогда Ну по обложке Вы же представляли Как они выглядят Ну по фотографии Да Ну что там Да, эта виниловая пластинка Квадратная Там одна фотография Но ведь Того, что мы потом увидели Ну да Ну смотрите Например, вот этот металл Да В исполнении Кипелова Да Пинк Флойд Такая музыка вызывает Бурные эмоции И она может сбить Тот настрой Который был бы При написании картины Вот есть у вас рецепт? Да Вот правильно А поэтому Последнее время Я вообще Как бы Я выключаю музыку Когда пишу Потому что Она производит Очень Сильное впечатление И она может Изменить Мое настроение Так Настроение И то, что я хочу сделать Довольно-таки сильно В другую сторону Куда-то Вот Но есть рецепт Например, когда я рисую женщину То слушаю энигму Или Или слушаю тишину Нет Если я вообще Включаю музыку Я включаю какую-нибудь Энигматику Такую легкую Какую-то Расслабляющую музыку Которая Не делает особой погоды В душе Вот Либо вообще Без музыки Чтобы она Не испортила Моего Внутреннего настроя Вот Чтобы она никаким образом Не повлияла на меня Друзья Если вы тоже Включили Новое русское радио Сегодня гость Герой программы Время талантов Сергей Яценко Художник Его можно найти На веб-сайте Artfinder.com Или Есть страничка В фейсбуке Сергея Яценко Сакраменто Можно найти Очень просто найти Вот только что Пока я вас слушал Зашел Посмотрел Просто фамилию И имя В поиске Водишь И альбом И фотографии Жизнь Можно проследить Студия Сергея Яценко Находится по адресу 4800 Монзанита Авеню Скажите пожалуйста Я была у вас в студии Где вы учите детей Взрослых И видно На картинах Очень много котиков То есть вы Кошатник Потому что Мир делится на Лыжников и сноубордистов Собачников и кошатников Я кошатник Да Я уже Хотя конечно Наверное Еще год назад Мне было бы стыдно В этом признаться Но сегодня я признаюсь Перед всем миром Я кошатник Ну а что скажете Тому кто Терпеть кошек не может А вам С единомышленником Можете работать Он не единомышленник Но приходит к вам в студию Научите меня рисовать То есть Кошатник или Да 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 Не влияет Нет Не влияет Конечно В вашей арт студии Вы показывали Работы взрослых учеников Да Ну смотрите Например Я хочу рисовать Но мне жаль Тратить время На строение Человеческого тела На череп Свет Тени Мне хочется сразу Написать картину С маками И в тот же день Повесить у себя дома И продать за пару миллионов В этом возрасте Просто хочется Быстрого результата Как с такими взрослыми Работаете Или у вас нет таких взрослых Все хотят учиться Вы знаете Это довольно таки Серьезный вопрос Действительно Ко мне приходят Последнее время Ко мне начали приходить Взрослые заниматься Раньше занимался Только с детьми Сейчас у меня в группах Есть и взрослые Отдельные группы Для взрослых Я занимаюсь индивидуально И я все больше И больше склоняюсь К тому Чтобы заниматься Со взрослыми Почему? Потому что я Сам сделал для себя Такое открытие Что можно Во взрослом Возрасте Начинать Ну там Сколько там 30, 40, 50 лет Даже Можно брать кисти И можно учиться И можно делать Можно заниматься живописью То есть главное Чтобы у человека Было желание И все Главное Чтобы у человека Было желание И это в принципе Желание Это есть показатель Вообще таланта Вот И от желания Очень много зависит Это и в детском И в подростковом И во взрослом Скажем Возрасте Вот Все зависит от желания Если есть желание Можно Можно примерно за год В общем-то Преодолеть Стать художником И делать Хорошие вещи Может быть Откроется вторая карьера Кто знает Да Вполне возможно И это передо мной Прошли некоторые люди Которые Удивили меня Даже Своими способностями Отлично Это время талантов Гость художник Сергей Яценко Если хотите Позвоните Запишитесь на урок 916-420-25-69 И другой Штрих портрету Музыкальный Один из ваших Любимых исполнителей Прозвучит прямо сейчас Когда внезапно возникает Еще неясный голос труб Слова, как ястребы ночные Срываются с горячих губ Мелодия, как дождь случайный Гремит и бродит Меж людьми Надежды, моряки, оркестры Под управлением любви Надежды, моряки, оркестры Под управлением любви Надежды, моряки, оркестры В годы разлук, в годы смятений Когда свинцовые дожди Лупили так по нашим спинам Что снисхождения не жди И командиры все охрипли Когда командовал людьми Надежды, моряки, оркестры Под управлением любви Надежды, моряки, оркестры Под управлением любви Хлорнет пробит, труба помята Фагот, как старый посох стерт На барабане ж вы развезлись Но хлорнетист красив, как черт Флетист, как юный князь изящен И в вечном сговоре с людьми Надежды, моряки, оркестры Под управлением любви Надежды, моряки, оркестры Под управлением любви Не закопай свой талант Ну что ж, это был Барт Булата Куджава Надежды, маленький оркестрик Сергей Яценко, художник Сегодня в гостях Программа «Время талантов» Сергей, это тоже какой-то пласт культуры, да? 60-е Слушали Бардов? Да, да, это тоже одна из пластинок, которые лежали у меня в студии Вот, и некоторые из них были закручены до такой степени, что уже там один скрип Но кто еще был закручен? Никитин или Высоцкий? Долина была у меня из Бардов Вероника Да, Вероника Долина И потом классика, конечно, я слушал эту классику Вот, у меня были реквием Моцарта Вот, Лист, Крестный ход Кстати говоря, я так не могу найти до сих пор его, в общем-то, ищу по всему интернету, не могу найти это произведение Вот, ну, что-то еще было, уже сейчас трудно вспомнить Хорошо, музыкальную часть мы немножко теперь про вас понимаем Какие у вас предпочтения, да? Смотрите, сегодня в местных школах Сакраменто сократили бюджет на учителей, которые преподают музыку, преподают изобразительное искусство И я, не голословно говоря, сама волонтере у сына в школе, веду раз в месяц урок по ИЗО Вот мы писали там натюрморты, портреты, пейзажи Уже написана кем-то программа, я просто веду, представляю это детям, да? В таких условиях, когда родителям некогда, в школе не хватает искусства, как родителям распознать, да? Вдруг у них ребенок будущий работник Диснея, это видно сразу? Там есть талант? Что ваш опыт показывает? Ребенок везде рисует там на салфетках или как? Да, у меня часто родители спрашивают, ну не часто, но довольно-таки те, которые занимаются или кто приводит впервые, они хотят знать И это нормально, естественно, талантлив ли его ребенок, есть ли у него способности, вот стоит ли его обучать И за мое время, вот сколько я занимаюсь с детьми, я уже понял одну вещь Важно желание Вот если у ребенка есть желание, кстати говоря, мы уже об этом сегодня упомянули Если у ребенка есть желание, это признак того, что у него есть, ну может быть не талант, но склонности есть точно Их развить нужно Да, и ему нужно заниматься, потому что были такие дети, у которых были явно выраженные способности Но они не занимались, они, скажем, там придет на один урок или может быть это зависло от родителей Приведут, не приведут, вот И он отставал, отставал, но человек, у которого, ребенок, у которого, который занимался, который хотел Он достигал, он достигал намного больших результатов, намного лучших результатов, чем тот, который вот так вот Ну, время от времени, как-то так, от случая к случаю Ну, вы смотрите, родители олимпийских чемпионов, они же прям заставляли, дисциплина должна была быть жесткой Да, вот тут, в этом случае, в случае с искусством, тоже надо настаивать, да? Нет, нет, я не думаю, что здесь настаивать, нужно настаивать Это как раз противоположный такой вот вариант, где настаивать не нужно, а нужно присматриваться к ребенку, есть ли у него желание Если он сидит, конечно, все дети, вот в 5 лет, в 6 лет, они все рисуют, это понятно Но чуть старше, когда начинается уже такой более сознательный возраст, 6, 7, 8 лет Если ребенок не бросает краски, не бросает карандаши, нужно присмотреться к этому и дать ему возможность себя выразить Студия Сергея Яценко находится по адресу 4800 Манзанита Авеню Вы можете записаться на урок по телефону 916-420-2569 Вы покинули США, чтобы путешествовать, искать нового себя, учиться Проехали Казахстан, Эстонию, учились в Петербурге Зачем вам это надо было? Какой опыт? Вы знаете, это, наверное, пришлось на мои 40 с чем-то, вот как раз, когда у человека Кризис среднего возраста Кризис среднего возраста, наверное, я тоже решил, что мне нужны какие-то перемены Что нужно что-то, что время уходит, жизнь уходит А я слишком мало что увидел, что мало испытал И мне захотелось, так сказать, больше приключений И вот получил на свою голову шестилетнее приключение Вне Америки по другим странам каким-то, да, я поездил, порисовал, поработал Оставили где-то там свои следы, да? Да, конечно, оставил следы где-то Вообще иногда такие курьезные случаи бывают, что человек говорит А вот помнишь, что это же твоя работа, да? Может быть, может быть Вот я не могу вспомнить все свои работы Где я кому что оставил и где что сделал Ну то есть даже в 47 лет вот вы учились в Петербурге, да? Чему вы там учились? Ой, да, это был хороший, хорошая школа Хороший такой, как мы говорим, experience Я живу в это время в Эстонии И наш город, правительство этого города, гору права Они организовали группу, оплачивали это обучение И послали несколько человек в Питер, в Санкт-Петербург Учиться в Академии художеств Минирепина И я так, в общем-то, мне посчастливилось Я как раз подфартила, я попал в эту струю В общем-то, три человека всего у нас было Вот, и мы вот два, почти три года мы занимались там Это не было такое вот каждодневное занятие, но мы То есть вы так по жизни все время учитесь чему-то, да? Да, 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 я учу и учусь Это моя, в общем-то, мой крест Жизненная философия, скажем так Да, жизненная философия Давайте еще посмотрим на одну музыкальную композицию, которую вы выбрали Это тоже как-то вас охарактеризует, да? Это ранее Алла Пугачева Да, очень с удовольствием Это программа «Время талантов» Видимо, упал интернет, ничего, будем продолжать разговор И послушаем Малу Борисовну Но тогда она еще не была Борисовна, да? Чуть-чуть попозже Итак Унашает свой парад Море синий берег плещет Горизонт туманом крыт Про загадочные вещи Мне это море говорит И стою я у тварани Над зеленой волной У меня есть три желанья Нету рыбки золотой Три желанья Три желанья У меня всего лишь три желанья Нету рыбки золотой Чики-па-па-па-па Чики-па-па-па Чики-па-па-па Чики-па-па-па-па Море мне все про потери Что скрываются над ней Ну, и я, конечно, верю Морю синему вполне И стою я у тварани Над зеленой волной У меня есть три желанья Нету рыбки золотой Три желанья Три желанья У меня всего лишь три желанья Нету рыбки золотой Чики-па-па-па-па Чики-па-па-па 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 Чики-чики-па-па-па Время талантов 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 Я специально не спрашиваю про ваш стиль, кто заинтересуется, то вас обязательно найдет на ресурсах, это страничка в фейсбуке Сергея Яценко или веб-сайт artfinder.com. Ну, давайте, буквально две минутки осталось. За все 30 лет, что вы ведете арт-студию Сергея Яценко, были ли истории, что у человека не получалось, и что вместо кисти ему надо было взять в руку скальпель? Вообще было, конечно, такое, что не получалось, и было, и бывает, и это было буквально на прошлом уроке, когда одна из моих учениц, женщина, буквально в смысле, ну, была разочарована своим, не получалось. Ну, все-таки в моей задачи входит еще и поддержать, показать и, ну, приободрить, что ли, как-то человека для того, чтобы у него настроение немножко поднялось. Вот, и, конечно, такое бывает. Ну что ж, мы вам желаем, чтобы вы нашли учеников, которые раскрыли бы свои таланты. Сергей Яценко, герой программы «Время талантов». Я думаю, что завершим мы ее вашей первой любовью, это группой «Пинк Флойд». Спасибо большое. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok